Привет, меня зовут Саша Капуста, это видео «Делаем буквы» на канале «Твой шрифтовый фетиш». И в этом видео мы разберем настройки программы FontLab, так, чтобы нам было все доступно, удобно и нормально можно было работать. Так, рабочую область мы настроили, теперь настроим саму программу. Или даже сначала... Да, программу. File, нет, Edit, Preferences. Начнем со всех этих пунктов. Первое, что нам здесь нужно сделать? Ну, здесь вы можете включить серую тему, темную и светлую. Я работаю на винде, мне удобнее со светлой темой, потому что у меня все светлое, и поэтому оставляю как есть. Ну, если вы любите черные темы, пожалуйста. Вот эти вещи мы все не трогаем, нам ничего из этого здесь не нужно. Единственное, можно включить ускорение, большой help, если нужно, закрытие по Ctrl-W окон, очень удобно во всех браузерах отработать и так далее. Потом, Non-English Keyboard дает нам возможность использовать шорткаты, если, например, у нас выбрана русская раскладка. Потому что если это не включить, когда у вас будет русская раскладка, вы не сможете зажимать горячие клавиши. Ну и последняя удобная вещь – это показать клавиши, когда вы их нажимаете, потому что иногда курсор ты не видишь или еще что-нибудь. Ты нажимаешь любую клавишу, он подсвечивается. В принципе, это очень удобно. Дальше. Панель Open Fonts. Здесь мы, в принципе, тоже ничего не трогаем. Единственное, надо включить Round Coordinates, потому что я привык работать в скругленных координатах, то есть без дробных значений. Конкретно вот 10 точек – это 10 точек, а не 9,99, например. То есть из-за этого немножко скачут эти контуры. Если я делаю скругление координат, у меня все конкретно по сетке, так как сетка у меня целочисленная, то есть конкретно 1, 2, 3, 4, без всяких 1.1, 1.2, то и контуры я рисую соответствующие. Чтобы их рисовать так, без проблем, я делаю скругление координат. Все, больше здесь мы ничего не трогаем. Здесь, наверное, тоже ничего не трогаем. Здесь мы, в принципе, ничего не трогаем. Единственное, можем с вами настроить яркость фона. Наверное, это так. Вот. В общем, ничего не трогаем. Вот здесь. Вот эта штука позволит нам в реальном времени видеть все изменения. Мы ее включаем. Вот эту включаем. Возможно, она включена, не знаю. Вот эту включаем, потому что, когда мы выделяем различные контуры, нам нужно, чтобы не захватывались усы. Мне так нужно, поэтому я так использую. Вы можете поэкспериментировать. Если вы хотите выбирать точки на усах, в том числе, помимо самих точек, узлов на контуре, тогда отключите. Мне это не нужно. Замена контура при копипасте полезная, но может немножко спутать. Оставляем. Так. Больше здесь ничего не нужно. Спейсинг. Тоже, наверное, ничего не нужно. Глиф винду. Вот здесь самое интересное. Мы обязательно включаем, точнее, увеличиваем шрифт. Это максимум 14. Дальше, в принципе, здесь можете сделать, как у меня. Что еще нужно? Можем включить углы. Можем включить вот эти... Вот эта штука показывает размер глифа, контура. То есть не нужно наводить на него линейку или еще чем-нибудь. Он уже сразу показывает. Очень удобная штука. Вот это не знаю что. Включу, пускай будет. Вот. Быстрая линейка. Безумно удобный инструмент. Прямо в самом курсоре встроенная линейка. И вы можете наводить в разные места контура и видеть размеры. То есть мы включаем начальную и конечную точку контура. То есть он показывает, например, есть диагональ. Навожу посередине. Он сверху и снизу показывает ширину этого контура. Это очень удобно, когда вы рисуете буквы диагональные. И понимаете, как можно оптически скомпенсировать их. Потом радуга. Это просто... Скорее, просто прикольно, потому что не так скучно выглядит буква в черно-белом, допустим, контуре. Но полезности я особо ее не заметил. И внутренний контур. То есть средняя линия контура. Тоже вещь не очень полезная. Вот. Precision округляем. Потому что меня бесят и отвлекают более детальные показатели. Предпочитают целочисленные. Об этом мы говорили. Потом толщина отлайна. Обязательно включаем. Открытые контуры всегда не залиты. Так мы видим ошибку. Если, например, выглядит буква как будто она целая, но при этом где-то она надрезана и открыта, то контур будет прозрачный, то есть не залитый. А если мы закрываем контур, то он полностью заливается. А если мы включим вот эту настройку, тогда контур, даже если он открытый, он будет залитый. То есть это может вас бить с толку. Дальше. Здесь, наверное, больше особо ничего не нужно делать. Так. А вот касательно фонд-виндов, кажется, я вспомнил. Нет, не вспомнил. Проехали. Здесь мы оставляем все как и есть по умолчанию. Кузины нам не нужны. Вот эта штука полезная, потому что, когда мы вставляем контуры из иллюстратора, если вдруг в иллюстраторе работаете, он либо вставляет его в виде цветных картинок, либо импортирует только контуры. Я включил только контуры, потому что я не работаю в иллюстраторе, не люблю иллюстратор, и, соответственно, меня только интересуют контуры букв. Вот здесь мы, в принципе, все оставляем. Вот эта полезная штука. Base line to caps height, наверное. Суть в том, что если вы берете и вырезаете буковку A, допустим, и вставляете ее в фонд-лаб, он ее сразу растягивает до высоты прописной буквы. То есть 700 пунктов. Пунктов. Вот. Это мы все увидим, это мы все продемонстрируем потом. Операции нам не нужны, дистанции нам, в принципе, не нужны, кроме metrics row keys moves 5. Там по умолчанию у вас, скорее всего, один. Ставим 5, потому что нам будем делать метрики, кернинг и так далее. Нам нужно сдвигать все кратно 5 точкам, чтобы все было красиво, правильно, и в будущем можно было найти ошибки. Дальше variation здесь мы оставляем как есть, здесь тоже мы все оставляем как есть, ну или там разберетесь потом. Это все тоже оставляем. В принципе, с настройками разобрались. Перейдем к настройкам самого файла шрифтового. Если вам что-то непонятно, можете смело задавать вопросы в комментариях, можете посмотреть канал в Телеграме «Твой шрифтовый фетиш», где различные новости публикуются. Можете задавать вопросы в чате «Делаем буквы». Ссылка будет в описании канала. И заходите в ВКонтакте, там дублируются новости. И также будет в будущем доступен сайт, на котором я буду выкладывать различные шрифты, над которыми работаю, видео, обучающие материалы и прочие какие-нибудь другие интересные штуки. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует... Продолжение следует...